всем привет сегодня речь пройдет про джессор танк аренда октября и разбор стоит ли убрать как он себя чувствует рандоме но прежде хочу сказать что у меня давно видос не выходила не особо хорошо себя чувствую поэтому даже просто кнопку нажать загрузить даже бывает трудно ладно я к тому чтобы берегли свое здоровье самое главное без него вы вообще не можете делать когда его не остальное приложится было бы желанием и так у нас же ссор танчик на барабане четырьмя снарядами пульта по моему по 300 летит базовый 226 голдовый 321 обои 320 альфа но но у него и 40 секунд кд и он может раскрываться только в тех случаях когда мои затягиваются и у вас есть какие-то укрытия где вы можете подъехать более-менее на какую-то среднюю дистанцию или ближнюю или с дальней дистанции у вас есть прострелы то есть ни в коем случае не должны быть турбачки то есть если одна допустим у себя городская карта то одна команда не должна выносить другую просто ехал толпой там ломая всем лицам потому что вся у команда допустим вас на карте хинки взяла и уехала на гору и все а у вас внизу там три-четыре танка их команда просто едет несет ваши эти три-четыре танки все естественно бой за две минуты и не конечно никакие вы там три барабана зарядить никогда не успеете здесь две страшки ошиблись я не знаю почему они знают что я здесь взяли уехали из этого кармашка у закрытия и почему-то поехали играть центр города не знаю очень жесткая ошибка с их стороны у меня правда два снаряда полетела по краям сведения я даже этого леопарда даже не смог забрать самое главное когда вы играете на этой позиции не прижимайтесь вот вот 9 спек стоит да не прижимайтесь к этому зданию почему потому что у вас любой момент могут рентгенить особенно если у них прожатый низ как вот сейчас да в этом боевых это прозет не забрал потому что вас будет рентгенить и и уже будете не уходящим потому что вас будут цели здесь здесь могут уже выставляться уже вас выцеливать да то есть на краю нулевой линии поэтому более безопасно изначально играть чуть ниже там уже дальше в обстановке здесь так у меня по 300 ста пульки самое главное конечно же анкета играю в математику вы должны считать сколько снарядов у кого не хватит и у вас кого-то забрать поэтому я видел что у меня спокойно хватает его на мой весь барабан поэтому дальше заряжаемся и ждем следующую нашу жертву что касается по форму даже вот играя на голде я вывожу по 90 а то бывает и по 120 тысяч ну зависимости от урона поэтому даже на голде он фармит но в принципе может конечно нам играть на бабушках но дело в том что 40 секунд к.д. если ты вдруг зарядил башки перед тобой бронированный там чтобы с ним уже делать ведь ничего просто свои там допустим но дать ему 2 4 ну и что вот взял взял бы сейчас какой-нибудь сс-51 оказался здесь бы на зеленке вот здесь на зеленку в углу бы он стоял бы и чё бы я ему на своих бэбэшка бы сделал бы да ничего я не делал свой бэшка плюс этого танка еще тот что у него есть калибер у него никому лети всегда плюс то есть для не самых сильных игроков это всегда облегчает игру потому что подкалибер если вы стреляете через гуслю он идет с урона а коммунитив может только по тайным углом отправлять иначе будет без урона ну и плюс там с альфатом и так далее должно быть чтобы было пробить но итоги вот такой вот боёчек 4 200 5 фрагов победка это мастер самое главное что вам хочу сказать то что именно сейчас когда идет переполох сил паран ты катают именно там и сейчас самое время катать на кихот танк с долгим кд типа вот лоры джессор и так далее то есть сейчас очень рандом честно говоря облегчился он прям заходишь на самом деле рандом и отдыхаешь на таких конечно популярность серваках конечно типа второго там или пятого где там все упороется как далее да но я допустим сейчас вот ушел на 7 сервак сейчас бои стали немножко еще более спокойнее но бывает конечно бачить тут конечно там проносит жестковать от 0 но в первый день в первый день переполоха рандом был такой шикарный вы не представляете он настолько спокойных все бои были по 10 по 8 минут то есть я я первый день у меня на нем сыграл сколько у меня боев на 30 на нем на нем или 40 у меня боев заметил я захожу там день через день по часику катаю там на час резерву включаю раз в день поэтому пока идет тыкни пилиполох барабан сейчас время самое самое время играть на барабанах это прям вообще огонь был еще такой бой на штиле но тут 6 к 3 фрага но ничего такого особенно внуков против 7 уровней забалансила поехал влево ты просто стоишь на заряжаешь барабаны то есть они всемирные даты принимаешь одних тычку на ты вливаешь урон то есть вообще был вот такой и так у нас следующая карточка это перевальчик без лт вот опять же время этого хуинского переполох или как он там называется мы тебя желтая даже нет дожил ты даже нет да очень много в сетапах зато потех да есть такой что очень много старых потех но когда ты заходишь вечером просто почилить спокойно и особо никуда не спешить почему бы не постоять опять же что касается сборки на этом танке я играю и вот и наводки оптика и вентилятор но вентилятор для кд-шки оптика для того чтобы иногда стоит на засвет потому что всегда будут такие катки где у вас нет лт и надо будет занимать какую-то агрессивную позицию и давать инфу своей команде чё как разъезжается противник так далее потому что не всегда ст-шки оказываются умными и понимаешь что когда нет лт то есть ты должны выполнять роль лт и когда агрессивно разыграть и больше брать за светом нежели урона но опять же нам попалась карта перевал самого респа где светится перекатка где есть возможность поджать под мосту то есть потенек вообще абсолютно ограничен случае чего вы всегда можете встать на базу в прием как у нас стоит борщ из ту сто один то есть ломать этот рецепт его его настолько сложно пронести то есть команда вообще не должны ничего делать а их и должна пойти у команды нужно пойти упороться просто в ноль и только тогда вы прийти твой хотел я сначала и соку забрать думаю это самое чтобы она мне альфу не вписала но потом смотрю она смотрит не на меня тогда думаю ладно тогда я базе к сначала заберу раз и супа там спит что касается минусов это то этого танка конечно же он медленный поэтому если вы допустим играете с взводом если вы играете взводом то в принципе в принципе у вас там из тэшка лтэшка там досок с оптикой там который зрячий или стряжка с оптикой которая играет то принципе вы оптику можете снять и добавить трубач чтобы он быстрее доезжал причем его прикол этого танечка в том что у него как и упражнят восьмого уровня прямо не он 2 секунды между снарядами барабан это прикольно вы просто выезжаете бам 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 триста двадцать четыре тысячи двести вы вливаете то есть если любой какой-то танк получил какую-то тычку все но он не уходящий от вас просто не хочет а там у тяжей там болтарушки хп на восьмых уровнях да тут уже надо быть как бы аккуратнее но любой танк который получил где-то в начале боя как-то одну тычку все это потенциального вам ваша жертва поставил здесь пацанчик здесь немножко не сводки не хватило поэтому я играю с приводной водки потому что у меня даже сейчас даже приводы стоят это у меня простые привода обычную на вон он там полетел забирать полетел зашотеньким за шутник им зашот неким конечно же надо зашел шутный танк конечно надо его забрать конечно вот я к тому что если вы играете во взводе то конечно же вам оптика не нужна в принципе потому что вы будете ехать куда-то продавливать фланг или с лтш который вам будет светить да и вас будет больше маневр для перемещения и так далее точность у него очень даже хорошая дети смотри по по моему 0 3 там по моему даже точность просто из на чем он страдает как бы дали как вот всем британским пт очень долгое сведение ну как как ветка бабахи и поэтому вертухи кидать нельзя потому что 40 секунд кд и обязательно дорожить каждый свой печь вы должны реализовывать каждый свой нельзя просто так на ошибись кинуть вот в прокатку чуть не должны сведясь я куда-то там дам что-то предмет не так на этом там такого нельзя вы должны дорожить каждый свой пик толь 44 вы должны обязательно 44 то есть маму минимум что вы должны делать это 7 из 8 7 из 8 ваша задача ваша задача минимум это реализовывать 7 тычек из восьми это минимальная максимальная вы должны давать 8 из 8 вы должны к этому стримить если вы играете с кпд меньше чем 7 из 8 вы танк не раскрываете попросил здесь скарпа танкануть ну повезло что в итоге танканул тычку кстати говоря даст игре вон сыграть что-то он танкует он что-то танкует кстати говоря да танкует что-то бывает иногда он совсем картонный это у него есть вот здесь кстати говоря я думал что скоро просто мгновенно смотрите у меня была секунда но я думал что в принципе сейчас к быстренько его заберет но можно было принципе секунду до свести чем ладно так вот он плюс еще немножко и танкует еще тоже есть она такая вещь в итоге 3906 фрагов очередной мастерос игра начали во время вот этого тыквенного переполоха этого хэллоуина самое время играть тут на танках таки с таким долгим когда я например как она по чем в на почерном на поча сейчас можно поиграть франоме то есть вообще будешь кардос так что всем удачи смотрите пока идет октябрь и пока но с телеком он давайте это танчик то есть ноябре будет можно уже будет думать брать ли вам его навсегда или нет в принципе для линии фронта он подойдет потому что не пробить и 226 как как я показал да на бэшка блине фонта он зайдет но если вы поставите на него трубач вместо я не знаю даже чего можно привода на самом деле убрать туда будет нормально все всем удачи вот такой танчик думайте сами решайте сами нужно нужен ли он вам